Долгожданная встреча с дочкой, сыном и упорное желание бороться за их счастье. О женщине, которая в одиночку сама строит дом для себя и своих детей, мы рассказывали еще в сентябре. Тогда с помощью неравнодушных людей удалось помочь семье стройматериалами. Но в период пандемии от неприятностей не застрахован никто. Айгульмир Султанова тяжело переболела ковидом. Как сейчас идут дела в подготовке дома к зиме и почему мать вынуждена была на время расстаться с детьми? Подробности в следующем репортаже. Безвыходное положение иногда, наверное, больше дает настроя человеку. Я, так скажем, уже вылечилась. У меня такое настроение, что я должна, я же могу, у меня большая ответственность. Еще неделю назад Айгульмир Султанова боролась с ковидом. Опасную инфекцию женщина перенесла дома. На свой страх и риск. От госпитализации отказалась. Иначе с детьми пришлось бы расстаться надолго. А еще остановить ремонт. А его обязательно нужно закончить до крепких морозов. Эта стена, конечно, страшна. Когда я открывала весь гипсокартон, абсолютно без утепления. Сколько лет мы так прожили, дети не болели, как-то с Божьей помощью. В сентябре о судьбе Айгульмир Султановой узнала вся Хакасия. Бывшая спортсменка в свои 37 лет пытается победить последствия травм от профессионального кикбоксинга. Частые приступы невралгии, упавшие на 70% зрения. При скромной пенсии по инвалидности воспитывает сына, дочь и сама возводит для семьи дом. Узнав эту историю, неравнодушные люди помогли со стройматериалами, привезли гравий и утеплитель. На собранное средство удалось купить котел, входную дверь и душевую кабину. Но впереди еще много работы. Для начала смонтировать отопление и провести воду. Сварочные работы – это очень дорого. Даже если есть материал, пока этого не удается нам. Элементарная сантехника тоже это стоит. Я звонила по объявлениям. Именно те вещи, которые я своими руками не смогу. А то, что я своими руками смогла залить, а везде полы. Сейчас на время болезни восстановления детей разместили в Черногорской школе-интернате. Айгульмир пообещала, заберет их при первой возможности. А пока часто навещает и не дает волю чувствам. Сильно не скучаю. Я просто увеличиваю ответственность. И чем быстрее, чем больше я максимально могу делать не искать причин, это моя возможность быстрее увидеться. Не говорить, что там скучаю или плохо, никогда терпеть не могу, когда дело идет в жалости. Те, кто хочет помочь семье в ремонте дома, могут связаться с Айгульмир по телефону. Номер сейчас на экране. Между тем, хозяйка на помощь хоть и надеется, но времени зря не теряет. Несмотря на проблемы со здоровьем, берет инструменты и не боится любой работы. А в перерывах вновь торопится на встречу с детьми. В самых заветных мечтах этот Новый год встретить в своем теплом доме и всем вместе. Вот как-то убираем, чтобы уехать, отмести. Даже когда транспорт не было, я съездила сама как-то. Я даже готова была пешком дойти. Я просила людей, что дети скучают. Я-то человек железным характером, но дети, они все равно вот видят. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok